Всем привет, с вами Ольга Сергеева и вы на канале Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам о хорошем кино. Все сложнее добираются до наших экранов фестивальные хиты. В этом выпуске я расскажу вам о главном фильме «Треугольник печали» шведского режиссера Рубина Эстлонда, который получил высшую кинематографическую награду «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 2022 года. Вы узнаете о режиссере, его любимых темах, источниках вдохновения и трагическую новость, тесно связанную с его новым фильмом. Как всегда, я попытаюсь раскрыть для вас смыслы картины, ее названия и финала. Итак, поехали! Сразу отмечу, что каждый фильм этого режиссера вызывал только положительные отзывы у кинокритиков во всем мире. А все началось с картины «Форс-мажор» в 2014-м. Это история одного конфликта в семье во время отдыха на респектабельном горнолыжном курорте. Картина была сразу отмечена призом в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Затем последовал фильм «Квадрат», получивший уже главный приз Канн в 2017-м. Эта история о неожиданном решении куратора Музея современного искусства, которая приведет к непредсказуемым последствиям. Упомянутые мною фильмы объединяются в так называемую антикапиталистическую трилогию, завершением которой и стал «Треугольник печали». Рубен Эстлунд известен своими немногочисленными, но знаменитыми фильмами, в основу которых часто положены социальные эксперименты. Его интересует современное капиталистическое общество со всеми его особенностями и недостатками. Он настраивает свою оптику на отдельных представителей определенных общественных кругов, богатых обывателей, участников элит и мира современного искусства и моды. Часто в его поле зрения попадают противоречие между инстинктивным поведением человека и социально обусловленным. Почти всегда несколько отстраненный взгляд режиссера находит в этом немало парадоксального, нелепого и, как ни странно, трогательного и человеческого. В «Треугольнике печали» Эстлунд несомненно отдает дань великим кинематографистам прошлого. Здесь вы найдете все от мучительных выяснений отношений в духе Ингмара Бергмана, бескомпромиссного сатирического сюра Луиса Буниуэля и Марка Феррери, вплоть до отголосков фильма о знаменитом плавании маэстро Федерико Ферлини. Героев на экране воплотили и молодые, и уже известные актеры. Незабываемого капитана сыграл всегда замечательный, харизматичный Вуди Харрельсон. В роли Карла вы увидите британского актера Харрисона Диккенсона. Широкому кругу зрителей он известен по фильмам Малефисента «Владычицы тьмы» и «Кингсмен. Начало». Роль Яй исполнила южноафриканская модель Шарл Би Дин. Она запомнилась по супергеройскому сериалу «Черная молния». К огромному сожалению, когда осенью фильм официально вышел в мировой прокат, в августе внезапная болезнь уже унесла жизнь этой 32-летней многообещающей актрисы. О чем же фильм «Треугольник печали»? Молодые и прекрасные модели Карл и Яя в качестве инфлюенсеров путешествуют на дорогой яхте вместе с миллионерами разных мастей. В этом морском круизе они откроют для себя много неожиданного. Несмотря на то, что наши уважаемые кинокритики уже рассказали в своих рецензиях почти все секреты сюжета фильма, если вы еще его не посмотрели, то именно в этом месте моего выпуска я хочу попросить вас все же это сделать, ибо далее последует мой разбор с неизбежными спойлерами. А пока вы готовитесь к самому интересному, напомню, что на своем канале Кинотрафик я разбираю фильмы и призываю вас подписаться на него и подключиться к интереснейшим обсуждениям смыслов. Структура фильма «Треугольник печали» литература центрична. Картина состоит из пролога трех частей. Первая часть «Карл и Яя», вторая часть «Яхта», третья часть «Остров» и послесловие. Но лишь три центральные части режиссер выделяет особо. Они тоже образуют своеобразный треугольник. А вот пролог и послесловие условны. Итак, какие же смыслы мы можем увидеть в фильме «Треугольник печали»? Это история о равенстве или, правильнее будет сказать, о полной невозможности равенства. Одна из главных ценностей, которая провозглашает современное общество, это равенство. Еще в прологе нас переносят на кастинг молодых моделей, которые их просят изобразить серьезность для дорогого бренда и веселость для массового. То есть для неравных покупателей действуют разные методы. Первая часть «Карл и Яя» пытается разобраться, возможно ли равенство полов. Женщина в современном мире заявляет и активно отстаивает свое равенство с мужчиной. Перед нами в фильме в первой же части «Современные Адам и Ева». Совершенно и внешне молодые модели Карл и Яя, несмотря на то, что работают в одной сфере, гонорары девушка получает выше. Но оплачивать счета за совместный ужин не спешит, пользуясь по старинке привилегией слабого пола. А позднее молодые люди меняются ролями. На острове Карл вынужден поступать так, как бы ранее вела себя именно женщина в подобной ситуации, чтобы выжить. Мужчина ведет себя под влиянием инстинкта. На яхте Карл пытается установить свой приоритет над сотрудником персонала, на которого обратила внимание Яя. Но не идет напрямое столкновение, а жалуется на него управляющий. Женщина поддается эмоциям. На острове Яя обижается на то, что Карл проявляет знаки внимания Эбигайл, хотя всем давно известно, что он проводит с ней ночи, зарабатывая так на еду. Другой вопрос, который задает фильм, существует ли социальное равенство? Для иллюстрации ответа на этот вопрос автор во второй части переносит зрителя во второе действие, на дорогую яхту, где его ждет сатирический аттракцион с вереницей незабываемых персонажей и ситуаций. Бодрый управляющий инструктирует обслуживающий персонал и объявляет главное условие. Вот он, непреодолимый барьер между господами и слугами. Перед нами паноптикум обаятельных путешественников. Пожилая британская пара, владельцы бизнеса по производству боевых гранат, одинокий шведский миллионер, IT-специалист, бывший председатель колхоза из СССР, заработавший состояние на удобрениях. Все они богаты до неприличия, и избыток благ изливается из них в прямом смысле слова в незабываемой и ударной сцене изысканного ужина. Нехитрое представление о счастье для всех прекрасно выражает присыщенная жена русского нувориши, которая принуждает персонал, бросив работу, забраться в бассейн и кататься с горки. Филиппинка Эбигайл – уборщица туалетов. Прибыв на остров, при первом же приказе, не задумываясь, отдает всю воду. Срабатывает привычка слуги – беспрекословно подчиняться богатому хозяину при любых обстоятельствах. А как только возникает возможность вернуться в мир излишков перепроизводства, Яя тут же невинно предлагает Эбигайл вернуться в первоначально зависимое положение. Подобность ситуации в южнокорейских паразитах – это послужило последней каплей, триггером, когда героиню мотивирует не столько желание власти, сколько обида за унижение, несправедливость и ущемление человеческого достоинства. Личная обида является главной движущей силой возможного насилия. Обладание ресурсом делит всех персонажей на определенные категории. Таким ресурсом могут быть не только деньги и предметы роскоши. Красота и молодость – тоже ликвидная валюта. Карл и Яя получают бесплатно возможность в качестве инфлюенсеров путешествовать на корабле среди богатой элиты именно благодаря этим ресурсам. Карл может заработать еду на острове, также благодаря своей сексуальной привлекательности. Молодая Яя становится со временем таким же препятствием для новой королевы острова, которая не чувствует себя до конца исключительной рядом с ней. Ресурсом могут быть также знания и умения. Лишь Эбигайл может ловить рыбу и готовить из нее пищу. Благодаря этому она становится новым лидером. Остальные же добровольно отдают ей бразды правления, даже не пытаясь научиться ремеслу и покорно принимая подачки. Показал этих персонажей в социуме и на своих ролях, а затем отобрал у них все предметы отличия и бросил на остров, решив посмотреть, кто на что будет способен. А что у нас тут с идеологией? Да тут вообще все отлично. Запойный американский капитан-марксист и азартный экс-советский капиталист по сути своей близнецы-братья. Они явно симпатизируют друг другу и чувствуют единение, совместно поглощая литры алкоголя, цитируя из телефона своих авторитетов, пока весь мир штормит, изрыгает из себя и катится в тартарары. Корабль тонет. Корабль тонет. Где же место здесь искусству, спросите вы? Рисует рациональное общество, которое фактически заходит в тупик. Духовным ценностям и искусству нет места в этой системе координат. Ах нет, простите, бедная убитая бравыми охотниками ослица все же стала темой наскального рисунка. Еще один легко считываемый образ фильма – яхта. Картина современного мира, где на верхней палубе собрался богатейший круг развитых стран, а обслуживают их представители третьего мира и бывших колониальных народов. Режиссер прямолинейный. Но от этого фильм становится даже более понятен широкому кругу зрителей, и поэтому у «Треугольника печали» есть все шансы стать еще и популярным народным фильмом. Все пассажиры яхты присыщены, бесполезны и растеряны. Режиссер не пытается заклеймить своих героев позором. При всей внешней жестокости и абсурдности происходящего автор любит и сочувствует каждому из них. Финал остается открытым и задает множество вопросов. Закончит ли то, что задумала Эбигейл, или в ней победит человеческое? По правилам нашего общества, исходя исключительно из рационального, ей логичнее все же было доделать начато. Но как долго потом она сможет удержать остальных в неведении, чтобы остаться капитаном? И куда бежит Карл? Я думаю, что он несется прочь отсюда. «Треугольник печали» – подвижная область между бровями, которую мы используем для того, чтобы выразить скорбь, грусть и прочие эмоции со знаком минус. Чем мы старше, тем четче проступает наша печаль о том, что наши попытки изменить реальность безуспешны. «Треугольник» – это самая совершенная и устойчивая фигура. Но шанс все-таки дается каждому из нас. Понравился ли вам фильм «Треугольник печали»? Согласны ли вы с моими выводами? Какие смыслы в фильме увидели вы сами? А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева, и вы были на моем канале «Кинотрафик». Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Пока-пока! Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки.